Всех приветствую в старте проекта Project Pen 2024. И с прошлого года я немножко решила пересмотреть формацию его Project Pen. У меня здесь будет чуть меньше продуктов, чем в прошлом году. Я поняла, что тени мне использовать довольно тяжело, когда они в Project Pen, и когда их нужно закончить. Поэтому будет теней по минимуму. Опять, конечно же, будет гора продуктов для губ. Но это у меня быстро заканчивается. И что ж, давайте я не буду затягивать, и сразу перейдем к тональным основам. У меня это Catrice. К сожалению, я не могу никак сделать замер, потому что я частенько пользуюсь этим тоном. И я не люблю, когда у меня тона лежат дольше, чем полгода. У меня начинается реакция тогда на кожу. Они там, видимо, как-то окисляются, портятся. В принципе, это касается таких кремовых продуктов, как консилеры, которые активно взаимодействуют с кожей напрямую. Организационная основа заканчивать побыстрее. И именно поэтому вот все, что у меня сейчас есть, я добавляю в Project Pen. И все, что мне нравится, естественно, использовать. И я их использую до конца и как можно поскорее. Замер, к сожалению, я не смогу сделать, потому что это тон, который постоянно нужно встряхивать. Но в будущем, надеюсь, когда его станет чуть меньше, я смогу сделать замер. Но могу сказать так, что он почти полный. Классный тон, очень хорошо лежит на коже. У него натуральный финиш, но эта вещь, конечно, не подходит, чтобы ходить с ним дольше там 8 часов. Превращается все это в какую-то кашу несусветную, сползает с лица. Но если нужно не так долго носить, то очень прилично выглядит, очень красиво смотрится, хорошо. Мне нравится, хорошо ложится на кожу. Можно наслоить, можно тонко нанести. Следующий тон у меня это Beauty Bomb Smiley. Я его показывала уже в расхламлении косметики. Говорила, что я использую его, наверное, на шортс. И все. Ну а тут я начала использовать ретинол. У меня уплотнилась кожа. И теперь у меня никаких проблем с этим тоном нет. У меня нет ровно никакой реакции на него. Поэтому я его использую. И использую тоже довольно-таки активно. Вот оставила меточку. Постаралась как-то его так сдавить. Расходуется он тоже довольно быстро. Потому что здесь всего 25 мл. И его нужно довольно много. Потому что это такая вещь неэкономичная. Поэтому, думаю, тоже закончится очень быстро. Сияющая бибишка. Довольно тонкая. Но, опять же, можно поднаслоить, побольше нанести. И смотреться будет очень даже хорошо, неплохо. Опять же, шелушение никакие ничего не подчеркивает. Beauty Bomb, конечно, в этом проекте, если честно, будет очень много. Готовьтесь. Особенно, когда мы перейдем к продуктам для губ. Это мой любимый консилер. Ну, один из любимых теперь. Теперь не самый любимый. Консилер Смайли. Он у меня лежит уже довольно продолжительное время. Тут осталось совсем чуть-чуть на дне. Я и думаю, использую его довольно-таки быстро. Не думаю, что с ним возникнут какие-то проблемы. К сожалению, не видно. Но, будьте уверены, там осталось совсем немного. Но, даже это немного, я уже не могу использовать некоторое время. Просто потому, что не тянется рука. У меня появились еще другие консилеры, которые, кстати, тоже нужно использовать. Очень хочу доиспользовать этот консилер. И поэтому добавляю его в Project. Потому что не понимаю, когда у меня опять же будет к нему тянуться рука. У меня сейчас синяки под глазами очень активные. Из-за режима работ нового. Из-за сбитого режима сна. И поэтому не очень хорошо он перекрывает. Я его раньше наносила на лицо в основном. Но, опять же, так как я могу сейчас после ретинола использовать тональную основу. В этом такая большая необходимость отпала. Поэтому вот этот флакончик нужно закончить. У меня еще один стоит. Поэтому будем заканчивать два. В проекте у меня две штуки. Один вот на донышке. Один полностью закрытый. Новый. Показывать ее смысла нет. Сейчас она даже заклеена. По теме консилеров как раз один из тех, почему у меня немножко подзавис смайли. Это A Refit консилер от Clio. Он у меня тоже лежит довольно давно. Примерно где-то год. Но это долговато в моем случае для консилера. И нужно его заканчивать. Плюс осталось тут совсем немного. Он сейчас под стеночком уже почти не стекает. Но вот я отметку сделала где-то тут. Хороший консилер. Но другой консилер от Clio мне понравился больше. Здесь всего 3 мл. Да, он не подсушивает кожу. Но опять же синяки у меня сейчас довольно под глазами активные. Поэтому чуть-чуть маловато. Хочется чего-то поплотнее. Но спасибо огромное, что не сушит кожу. И так как осталось тут немного. Открыт он уже довольно давно. Но нужно это конечно все дело поскорее использовать. Но осталось тут мало. Поэтому надеюсь к следующему отчету этот дружочек уже закончится. И кстати очень удобно с собой носить. Маленькая штучка такая. Раз в сумку кинула и все. И всегда под рукой очень-очень удобно в этом плане. И вот он главный виновник. Почему у меня довольно плохо заканчиваются остальные консилеры. Почему они немножко притормозили. Это тоже консилер от Clio. Он уже поплотнее, чем Airy Fit. Он не подсушивает кожу. Здесь больше миллилитров. Он стоит дешевле. И он поплотнее. Поэтому очевидно я отдаю свое предпочтение ему. Все-таки Ани и Эри. Хотя и тот и тот консилеры прекрасны. Просто этот чуть поплотнее. И что удивительно, но факт. Здесь оттенок 2 Defuse BP. На консилере Airy 1.5 BP. Но при этом они абсолютно по тону одинаковые. Я думаю это вы все видите на сводчах. И не буду уходить далеко от темы лица. Это Beauty Bomb из коллекции Dark Academy. Румяна. А еще бы их открыть. Вот такие фиолетовые. Которые на коже больше в фуксию все-таки уходят. Неплохие румяна. Кремовый опять же продукт. Надо использовать поскорее. Нужно поскорее его заканчивать. Тем более здесь небольшая граммовка. 2.5 грамма. Планирую еще использовать на губы. Потому что небольшая такая стойкость. Немножко тинтовость есть. И кстати пахнет прикольно кокосом. Как коллекция BFF у Beauty Bomb. Поэтому надеюсь закончить в этом году. Ну здесь всего 2.5 грамма. Это очень мало для кремового продукта в таком формате. Я говорила будет много Beauty Bomb. Какой-то на самом деле Project и не не Beauty Bomb. Если честно. Но что поделать. У меня много продуктов над Beauty Bomb. И которые нужно заканчивать. И которые вполне себе меня удовлетворяют. Потому что все продукты, которые мне прям не нравятся. Но надо закончить. Я решила в этом году просто безжалостно от них избавляться. В прошлом году я пыталась что-то закончить. Даже продукты, которые мне не особо там мега как-то заходили. Я пыталась их закончить. Муд режим экономии. Но в этом году я решила нет. Если мне не нравится. Я не буду над собой издеваться. Даже если в какой-то момент мне какой-то из этих продуктов разонравится. Я просто не захочу их использовать. Я выведу из проекта. Я не буду себя ни в коем случае мучить. Я просто буду использовать все в свое удовольствие. И что касается этого скульптора-бронзера. Чем он мне нравится. Он действительно тушуется чуть ли не сам по себе. Это быстрее и удобнее. Чем кремовая коррекция перед работой. Особенно когда нужно быстро раз-раз. Он очень хорошо тушуется. Хорошо, очень натурально смотрится на коже. Мне нравится этот продукт. Но я использую его, кстати, довольно часто. Как вы видите, он как будто абсолютно новый. Здесь как будто ничего не произошло. Никакой не выемки. Ничего. Даже намека не предвидится. Никаких вариантов я не вижу, чтобы он закончился до конца года. Но все-таки хочу поиспользовать. И даже самой будет интересно, насколько меньше его станет. Ох, продукт, который перекочевал из Project Pen на 2023. В этом году я решила, что я не буду вот эту левую часть заканчивать. Не буду использовать. Мне не очень заходят эти блески. Если мне вдруг захочется использовать там пару раз за год, окей. У меня в планах закончить правую часть, вот эту розовую. Очень, конечно, ну даже не закончить, хотя бы поиспользовать. Потому что у меня не очень сильно тянется рука к хайлайтерам. Поэтому это будет неплохой вариант использовать хотя бы иногда этот хайлайтер. Потому что я еще в этом году их накупила много. Очень, конечно, интересно, с учетом того, что я их использую примерно почти никогда. Очень редко, в основном только на видео. Поэтому, да, хочется поиспользовать. Он у меня давно лежит. Мне он нравится. Это, наверное, любимый мой самый вот этот правый хайлайтер из тех остальных, что у меня есть. Все же, все же хочу почаще им пользоваться, чтобы он просто так не лежал. Покажу еще продукты, которые перекочевали из Project Pen 2023. Уж в этом-то году, я надеюсь, они закончатся. Потому что... Да потому что очень удобно использовать на работу такие продукты. Они примерно на одном уровне. Я специально стерла метки с прошлого года. Будем уже смотреть в этом году. И мне кажется, они начали подсыхать. Но если засохнут, значит засохнут. Я не буду извращаться как-то разбавлять. Просто посмотрим, как долго смогу я их использовать. Смогу ли я их использовать до конца. Мучить себя я, если что, не буду этим. Действительно, блестки классные. Смотрятся как отдельные сахарные такие частички. Очень красиво. И опять же, очень удобно наносить перед работой. Это стойка. Это быстро раз-раз просто нанесла. Одно движение и все. И как бы и блесточки есть уже. И какой-то акцент есть. И вроде бы макияж есть. Потому что работа у меня такая. Надо обязательно при макияже быть. И хочется побыстрее макияж сделать. Потому что хочется спать очень сильно. Еще один продукт. Я, если честно, думала, что он закончится в прошлом. Прожект Пенни он тоже перекочевал. В прошлом году стерла остальные метки. Но я думаю, как раз к следующему отчету этот гель должен закончиться. Гель, ну как клей, клей, гель, гель, клей. Классная штука. Очень сильно фиксирует. Очень мне нравится. Ну, я активно очень использовала. В основном я использовала только его. Здесь огромный объем. 9 мл. И действительно, хватило на очень долго. Мои непослушные брови супер фиксируют. Даже был такой момент, что я заплакала. И потом пошла умываться. А брови остались со мной. Они были все равно зафиксированы. Очень, конечно, жаль, что это не в постоянной коллекции. Хотелось бы видеть в постоянной и основной коллекции. Очень не хватает каких-то таких супер мега фиксирующих гелей для бровей. И не буду далеко уходить от темы бровей и темы бьюти-бомб. Бьюти-бомб, конечно, в этом году очень много. Очень, конечно. Потому что, ну, потому что бьюти-бомб реально есть. Неплохие продукты бывают. И вот мне хочется закончить вот такой карандаш. Тут осталось немного. Ну, как осталось? Знаете, тут и было немного. Тут, в принципе, так и было. Здесь, с одной стороны, карандаш и, со второй стороны, гель для бровей. Не такой фиксирующий, как, например, клей для бровей из коллекции Acid Summer. И этот гель из коллекции Dark Academy, он менее стойкий, но тоже неплохой. Более-менее несколько часов мои брови держат. Тот-то вообще жилец бетона. Все 16 часов, что я хожу с макияжем, он держит. Хочется закончить этот продукт. Не зря же я его покупала за 800 рублей. Извините меня, надо все до последней капельки из него выжить за такие деньги. Мне оттенок карандаша не супер подходит под мои темные волосы. Но, в целом, в начале брови какие-то пробелы закрасить. Возможно, еще один карандаш для бровей. Этот мне уже по оттенку подходит. Но меня не устраивает его мягкость. Он слишком мягкий. Им неудобно... Ну, здесь вот совсем немножко осталось. Им очень неудобно, конечно, прокрашивать волоски. А мне, конечно, микрокарандаши зачем? Чтобы прокрашивать волоски. Очень неудобно им тоже даже кончик прокрашивать. Он слишком мягкий. Не очень комфортно. Но, опять же, закончить его надо. Опять же, буду как-то пытаться прокрашивать им кончик брови. Немножко извращаться. Потому что, ну что, он лежит, чуть-чуть осталось. Поэтому надо, надо заканчивать. Ну, как, опять же, чуть-чуть осталось. Его и было чуть-чуть. Совсем немножко. Небольшое количество. Здесь маленькая громовка. Но он и стоит чуть-чуть. Не то, что бьюти бомб. Стоит совсем не чуть-чуть. Возвращаясь к теме лица и бьюти бомб. У меня еще есть вот такие румяна. И это, по-моему, коллекция бьюти дача. Вот здесь осталось примерно, наверное, ну, половина. Может, чуть больше. И я примерно ноль раз использовала этот продукт как румяна. Потому что я использую его как продукт для губ. Я наношу более темный контур. И этот оттенок румяна наношу в центр губ. Получается такой очень сочный. Такие немножко подвыбеленные. Слегка розоватый оттенок. Очень пуш-ап эффект создается. При этом эти румяны чуть-чуть слегка полупрозрачные. И это, наоборот, им такой плюс добавляет. Как раз более такой натуральный объем. Смотрится как будто, знаете, свои губы только лучше. И все-таки лежит он, опять же, давно. Я просто боюсь, что он засохнет. Хотя оттенок не нравится. И буду использовать. Ну, опять же, не закончен конца. Расстраиваться сильно не буду. И очень сильно на него давить и надеяться не буду. Потому что все-таки продуктов для губ у меня очень много. И матовые такие штуки я не очень часто наношу. Но, конечно, настроение бывает. Поэтому добавляю и постараюсь почаще использовать. И чтобы какие-то были прогрессы, продвижки в нем. Очень странно выглядит. Жаритетный оттенок. Они до сих пор продаются, но уже в другой упаковке. Это вот такие вот тени. Это отдельные блестки. Пахнет просто ужасно. Заводом каким-то кошмаром, если честно. Но это смотрится красиво на глазах. Опять же, я покупала для тех же целей, что и вот такие глиттеры. Нанести на глаза раз, одно движение. И что-то вроде готово. Вроде какой-то акцент. Но я познакомилась с Таней Танукой очень активно. Поэтому такие блестки сухие мне уже сильно не заходят. Этот продукт у меня лежит уже очень-очень давно. Использовать я его все никак не могу. И я думала его выкинуть. Но у меня появилась прекрасная идея, как можно использовать этот продукт. И причем в очень свое огромное удовольствие. До лета, до потепления я буду использовать его скорее всего 0 раз. А потом я хочу добавлять его в крема для тела. Мне очень хочется немножко превратиться в Эдварда Калина. Да, в вампиров. Кровопить немножко вот этих вот сумеречных. Чтобы у меня тело сияло вот такими красивыми отдельными белыми блестками. И надеюсь, что будет здесь какой-то прогресс. И здесь, кстати, очень огромный объем для теней. 3 грамма. Ну, то есть, чтобы вы понимали. Румяна 2 грамма. И тени 3 грамма. Есть разница. Целый тазик теней. Еще одни блестки. Это Твинкл Поп. Это под бренд Клио. И это вот такие крупные блестки. Здесь есть звездочки. Здесь есть шестиугольники. Есть мелкие блестки. Голографические. Очень красиво сияет. Очень ярко сияет. Но это вещь не для глаз. Для лица я использую довольно редко. Знаете ли, чего я это использую? Для бровей. Вот такой вот я странный человечек. Но мне очень нравится периодически использовать вот такую штуку для бровей. Опять же, у меня лежат они довольно давно. Они уже, как вы видите, подсохли. Но они очень красивые. И мне хочется их все-таки использовать. Немножко подрасхламить. Потому что блесток у меня достаточно. Блесток у меня много. И хотелось бы использовать. Ну, крышечка, конечно, сижу тут, играюсь. Просто смотрю, как красиво переливается. А теперь мы переходим с вами к продуктам для губ. И готовьтесь. Потому что здесь будет, на самом деле, полный какой-то бьюти-бомб. Очень много бьюти-бомб блесков выпускает. Ну, и очевидно, очень у меня много этих блесков. И их все нужно заканчивать. По крайней мере, те, которые мне нравятся. Один из блесков, который мне особо не зашел. Он неинтересный. Вот эти вот блестки, которые вы видите. Их на губах не видно. Через дозатор не проходит на губах. Может, там одна-две блестки появится. Но так это, по сути, выглядит как прозрачный блеск для губ. И изначально он был прозрачным. Но вы скажете, ну, он же красный. Да, потому что я туда подмешала тинт для губ. И получилась такая очень интересная вещь, которую я теперь могу использовать. Считайте это как блеск тинт. Потому что, действительно, тинт тоже оставляет очень сильный. Симпатичный теперь оттенок. Теперь это интересно использовать. У меня где здесь? Вот меточка. Вам показываю. Использовала я его совсем немного. Я думаю, это даже потери, которые были при смешивании. Продукт, который я вот прям уверена, что он не закончится до конца года. У меня вряд ли будет сильно к нему тянуться рука. Но это как раз тот случай, когда я добавляю его в Project Pen. Потому что мне хочется его поиспользовать. Не зря же я заплатила вот эти вот деньжища вот за тинт для губ. На самом деле, мне было интересно попробовать. Ну, мой интерес оправдался. Это классная текстура. Но мне не тянется к нему рука. Потому что это все-таки не мой оттенок. Я предпочитаю либо что-то более красное. Либо что-то уж совсем холодное. Либо что-то совсем темное. Но это, знаете, ни туда, ни сюда. Но текстура интересная. Поиспользовать хочется. Хотя бы несколько раз за год. Потому что я уверена, что если не Project Pen, то использовать буду его ровно 0 раз. И то, не знаю, сильно ли поможет этому продукту Project Pen. Но, надеюсь, надеюсь, хоть что-то будет. Здесь, опять же, меток нет. Просто потому что использовала я его до этого раза 2-3. Он абсолютно полный. Очень классный продукт. Это, опять же, ну, Beauty Bomb. Я вас предупредила. Beauty Bomb будет очень много в продуктах для губ. Особенно. Это, наверное, один из самых моих любимых блесков. У него прекрасный оттенок. Очень-очень темный, красивый. Почти черный такой, видный. Он у меня вот примерно настолько израсходовался. Я уверена, что мне даже не придется прикладывать каких-то усилий. Он закончится у меня сам. Самый ходовой у меня блеск. Особенно в последнее время, когда у меня все закончилось с прошлого года Project Pen. Я думаю, закончится он все-таки довольно быстро. Хотя не хотелось бы. Хотелось бы его подрастянуть на подольше. Еще один Beauty Bomb. Очень красиво, ярко сияет. Это блеск из коллег с Наталиной. The Cooking Show. У меня вот его примерно вот столько закончилось. Не сказала бы, что вот его как раз часто использую, но он все равно, знаете, сам по себе заканчивается. Очень красиво сияет. Глестки очень красивые. Красивый глянец дает. Хороший оттенок. На губах он больше смотрит таким коричнево-розоватым, что удивительно, но не прям жестко коричневым. И буду, конечно, заканчивать тоже, чтобы очень долго не лежал. Ура! Это же не Beauty Bomb для губ. Вау! Шок! Как удивительно, но факт. Это Sephora бальзам, который я брала. Даже не покупала его. Я его брала за баллы, когда еще была Sephora у нас открыта. Он, конечно, уже долгожитель. Когда я его брала, у меня был такой вайб. Мне очень нравились персиковые немножко оттенки. Но сейчас мне нравится вот примерно такое, где, извините, у меня вот такой вот холодный оттенок, почти черный, и где персиково-розовый оттенок очень-очень далеко. Но закончить надо, потому что лежит давно. Выкидывать жалко. Как-нибудь, как-нибудь его доиспользую. Может быть, дома буду носить. Он не сильно, опять же, увлажняет. На губах смотрится тоже не супер хорошо. И дело тут вообще не в цете. Он любит немножко такие полоски оставлять. Это все нужно притаптывать, разравнивать. Не самый лучший вариант бальзама для губ цветного. Плампер для губ от Эвелин. Пусть вас не смущает, что здесь дра. А метка здесь, потому что продукт, опять же, у меня в довольно частом использовании. Это тот плампер, который и правда увеличивает губы. При этом это не, знаете, не адская какая-то боль. У меня были разные пламперы, которые вроде бы мега острые. Настолько, что аж больно. Но губы при этом они сильно не увеличивали. Здесь такого нет. Здесь он не печет до боли. При этом губы действительно сочные. Губы увеличиваются. Губы становятся в объеме намного больше. Как будто там, знаете, полтора-два миллилитра даже. Как будто подколотых есть. Еще мне очень нравится оттенок. Он симпатичный. И плюс увлажняет губы неплохо. Главное, очень сильно с такими вещами не заигрываться. Я им пользуюсь довольно часто. Почти каждый день. Но это примерно там один раз в день. Утром, например, или когда перед самым выходом куда-то. Потому что с такими вещами очень часто тоже и очень много заигрывать все-таки не стоит. И чуть лучше быть с пламперами поаккуратнее. Может быть и всякие аллергические реакции. Но хочется этот плампер закончить, потому что он неплохой. Я уже сказала, что он хорошо увлажняет. Но есть у него один минус. Он, конечно, чуть-чуть липковат. Кому не нравится липкость, это точная история не про вас. Если, например, блески и бьюти-бомб у них нет никакой липкости. Но вот здесь губы могут немножко так подслепаться. И куда же без бьюти-бомб? Это у меня два блеска из коллекции Dark Academy. Здесь меток, опять же, нет. Потому что блески довольно густые. И сложно отследить. Здесь вот как будто кажется, что что-то есть. Какой-то воздух. Но я ли вот так вот. Но ничего с этим не произошло. Они никуда вниз не отстоялись. Хотелось бы, конечно, интересно узнать. Очень мне нравится вот этот холодный розовый оттенок. Но я уже нашла ему замену. Если честно, я думала, на самом деле, когда еще только эта коллекция вышла взять дубль вот этого розового оттенка. Но я нашла замену, где бы вы подумали. В Colorance. Это 0,7 оттенок. Они очень похожи. Одинаково почти смотрятся на губах. Поэтому буду его использовать. Вот этот блеск от бьюти-бомб. И без дозрения какой-либо совести. Потому что у меня теперь есть целый тазик 12 мл бренда Colorance блеска. И достать его не составляет вообще никаких проблем. В отличие от Limit. И второй блеск. Это красный блеск. Ну, просто неплохой блеск. Чуть-чуть красноватый такой розоватый оттенок дает легкий. Хорошо увлажняют губы. Нелипкие. Приятно пахнут. Знаете, гелем для душа. Раньше был кря-кря. Может быть, еще, конечно, продается где-то. Вот прям запах геля для душа из моего детства. Конечно, у меня много продуктов для губ. Но у меня их и уходит. Много довольно блески. В среднем вот такие по 3 мл. По 3-4 мл. У меня заканчиваются где-то за месяц. Вот именно поэтому у меня так много продуктов для губ. Конечно же, скорее всего, я буду добавлять какие-то продукты в течение года. Мне все-таки кажется, возможно, я что-то буду убирать. Мне будет надоедать очень сильно. И издеваться над собой я не хочу. И вот такой у меня вышел старт проекта. Конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал. Потому что там я писала и пишу про работу в золотом яблоке. Я пишу, куда я там пропадаю. Периодически пропадаю. Спойлер на работе. Подписывайтесь на ютуб-канал, чтобы дождаться продолжения следующего отчета. Точнее, уже первый будет отчет. Спасибо всем за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok